Тема сегодняшнего вебинара – это особенности маркировки товаров в 1S ERP по различным группам товаров. 1S ERP и конфигурация выбраны здесь как флагман. Компания 1S в принципе маркировка поддерживается в идентичной конфигурации. Просмотрим это все по ходу вебинара. Меня зовут Варушка Мартин. Я являюсь аналитикным консультантом компании CyberLine. В том числе одно из направлений, которое я развиваю в компании – это маркировка продукции и использование предкладных решений 1S для этих целей. Из каких частей будет состоять наш вебинар? Несколько будет разделов. Первый – рассмотрим, для чего собственно находится обязательная маркировка товаров и как она работает. Второе – это мы рассмотрим сроки и порядок перехода на обязательную маркировку по различным группам товаров. Подчеркиваю, обязательно. Третий раздел у нас – реализация маркировки товаров на примере 1S ERP. Четвертая небольшая часть, большой раздел – это белые пятна маркировки. Так я их обозначил. Проблемы, которые возникают при запуске маркировки товаров. Пути решения открытых вопросов по маркировке. И после этого готов буду ответить на ваши вопросы, если вы кого-то пойдете. Так, переходим к первой части. Для чего в нашей стране вводится маркировка товара? Как работает система маркировки у нас? Сразу обозначу, что маркировка товаров, естественно, не только у нас в России спускается. Где-то она гораздо раньше запустилась. И цели, как правило, у нас совпадают с общей мировой практикой. Почему важна маркировка? Самый простой вариант. У нас есть интегратор. Решение по маркировке. Программный комплекс «Честный знак». Если вы сейчас войдете, наберете в адрес браузера «Честный знак» и запустите, получится вот такая вот целая картифика. Хорошими словами, нарушение правил, штрафы и так далее. И обозначена группа товаров, которые с первого июля уже подлежат обязательной маркировке. То есть, если ваш бизнес касается реализации, не только реализации, а оборота, перечисленных групп товаров, то вы в любом случае должны быть включены в общенациональную систему маркировки товаров. Эти выводы – это карта, это область, это товар. То есть, если вы поддерживаете данное начинание, которое поступило со стороны правительства нашей страны, то это влечет административно только санкции. И, собственно, если вдруг, хотя вряд ли мы с этим не сталкивались, давайте посмотрим, что такое маркировка. Для чего она нужна, как она работает. Для чего нужна маркировка? Ну, разбил на три составляющие потребности в маркировке. Проистекает это все из-за того, что на рынке у нас было и остается большое количество, большой объем контрафактных продукций. Это кредит всем участникам рынка и производителям честным, которые вкладывают деньги в развитие продукта, которые несут дополнительные затраты по рекламе, по продвижению его. По факту какие-то нечестные товарищи берут и вбрасывают в контрафакт низкого качества, гораздо более низких перестойностей и получают за счет этого прибыль чест. Что касается потребителя конечного, соответственно, первое, это сократить до минимума оборот контрафактных продукций. Система позволяет проследить по всей цепочке, увидеть появление незарегистрированных партий продукции на рынке и принять соответствующие меры своевременно. Естественно, контрафакт и качественная продукция изымает из поступления в бюджет большую часть налогов, которые, в принципе, должны были быть выплачены. Соответственно, контроль оборота продукции на рынке, она позволяет проследить и цепочку перемещения продукции от производителя через все дистрибуции до реализации прозрачной торговли и выбытия продукции при ее продаже покупателя, типа при оказании услуги. Соответственно, прозрачная по всей цепочке оборота, она увеличивает поступление денег в бюджет. Это вторая причина, для чего выпускается маркировка продукции. Третье, конечно, это потребитель. Потребитель заинтересован в качестве продукции, он должен быть уверен, что он в свои деньги покупает то, что реально он хотел, то, что ему декларирует продавец. И потребитель должен иметь возможность убедиться, проследить при желании всю историю покупаемой продукции. От того, кто ее производил, что это за продукция, сроки годности покупаемой продукции, не те, которые на упаковочке, а реально в системе маркировки продукции. Это вся информация хранится, и потребитель при установке соответствующего ПО на тот же телефон. Теперь расскажу немного об операторе системы маркировки. Оператор. Останавливает систему маркировки честный знак. Основные задачи она декларирует. Гарантирует потребителю надлежащие качеству приобретаемой продукции. И прослеживаемость этой продукции по всей цепочке. Начиная от производства, по логистике, по дистрибуции, до магазинов и реализации до конечного продукта. На каждой цепочке, в каждом звене оборота собираются данные по продукции. По выпускаемой, по перемещаемой. И по реализуемой продукции. Кто является учредителем честного знака? Центр развития перспективных технологий совместно с проектом Роскорпорации Ростех, группой Галецкого, собственно разработали эту систему. И она постепенно набирает обороты по разным группам товаров. Какие-то товары, как мы видели, уже запущены. Какие-то планируются в запуск в ближайшее время, какие-то в ближайшее будущее или в среднесрочной перспективе. Какие-то перспективы мы сейчас более внимательно посмотрим. Сначала еще раз, как работает система маркировки. Немного более подробно. На схемках вам расскажу, попробую отписать. Начинается все от производителя. Производитель наносит цифровой код на товар, выпущенный. Выпуск в соответствующей сетке, отлеечке, осуществляет централизованно Центр развития перспективных технологий. Вот датаматекс, который наносится на каждую потребительскую упаковку. Он хранит в себе информацию по продукции, которая выпущена, либо которая спортирована из-за рубежа. И дальше двигается по цепочке, чтобы бороться эти продукции на рынке отечественной. Дальше. На каждом этапе путь товара фиксируется в системе маркировки. Цифровой код, который нанесен изначально был на потребительскую упаковку. Можно сказать, что это аналог паспорта. Здесь будет прослеживаться с помощью идентификатора. Дальше. Когда он поступает в товар в розничный магазин, точно так же его сканируют, размещают на полке. И в системе видно, где данный товар часто находится. И где он будет реализоваться в дальнейшем. При продаже товара через контрольную кассу оборудования, получившую дополнительное расширение, информация сразу поступает по каналам связи, поддерживающую систему. Которая обратной связью будет проверять, имеется ли данный товар в системе маркировки или нет. То есть, или сразу при попытке реализации контрафактной продукции будет запрет на эту реализацию. А потребитель, в свою очередь, когда уже приобрел товар, он может через мобильное приложение посмотреть, что он, собственно, приобрел. Скачивает приложение «Честный знак», смотрит, действительно ли код 2D Data Matrix, который он сосканировал, есть в системе маркировки и просмотреть всю цепочку, всю историю этого товара. Еще немного более подробно по работе системы маркировки. Производитель, либо импортер, при выпуске, либо при ввозе в страну продукции, которая подлежит обязательной маркировке, должен первый заказать коды маркировки, чтобы навести их потом в товар. Идет обращение в ЦРПТ, дальше через специальное оборудование, через станцию управления заказом, происходит секретарь маркировки. В результате, либо производитель, либо импортер, наносит продукцию, именно на потребительские упаковки продукции, полученные коды маркировки, фиксирует их в системе информационной. И производит отгрузку, дальше по цепочке. Оптовая компания, дистрибуция, фиксирует поступление и отгрузку дальше по цепочке. Либо следующему посреднику, либо уже конечному розничному продавцу. Продавец точно так же фиксирует поступление по информационной системе маркировки продукции, подтверждает то, что он получил, проверяет. И по факту продажа продукции маркированной, она выводится из оборота. То есть, здесь можно несколько этапов ключевых выделить с точки зрения маркировки. Первое – это заказ кодов маркировки. Второе – это маркировка и ввод в оборот. То есть, в оборот вводится только промаркированная продукция. Как только наклейка наклеена на конкретный товар, он идентифицируется выпущенным кодом и вносится в систему маркировки, вводится в оборот. Дальше у нас идет движение по цепочке, отгрузка, 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 сгрузка. Сколь угодно долгой. Причем в этой цепочке участвуют в том числе и экспедиторы, если передается продукция через... И по факту конечной продажи продукции, ибо предоставление услуг с помощью этой продукции, например, касаясь этих парагонных карт, Она выводится из оборота. То есть вот такая цепочка получается. Коды маркировки вводятся в оборот движения в системе маркировки продукции и вывод из оборота. В чем выгода от использования системы маркировки? Немножко повторюсь, но в другом ракурсе. Что получается в предыдущем? Он уверен, что он покупает действительно качественный товар, и он... И как инструмент общественного контроля, конечно, система национальная, она всегда идет в плюс. Потребители чувствуют уверенность на рынке товаров, когда приобретают определенные продукты. Чем больше продукции у нас контролируется, тем лучше потребительство. Что бизнес? Белый бизнес, он, естественно, получает рост выручки за счет того, что нечестные игроки уходят в рынок. Система их выдавливает. Опять же, система оборота, она настроена на организацию процессов снижения издержек. И в конечном счете так и должно быть. При запуске, естественно, те, кто уже сталкивался с этим, сейчас могут сказать, что это не так. Так, издержки растут, трудозатраты растут, но по факту, зайдем до этого момента, там может быть, конечно, выгода, в том числе и по издержкам, по сокращению издержек. И, соответственно, доступ к данным по движению продукции через логистическую сеть, он всегда в плюс. То есть можно посмотреть историю продукта. И только по конечным документам, которые получают организующие карты. Ну и государство. Государство тоже хорошо, когда серый рынок сокращается. Потому что серый рынок – это отсутствие налога. Кому-то может быть плохо. Специально все должно работать на благо пополнения товаров. Рост налогового таможения и споров. И экономия бюджета на обеспечение контроля товаров на рынке. То, что получает государство. То есть все участники оборота, они оказываются в плюсе. Есть, конечно, подводные камни. Давайте посмотрим. Сейчас расскажу попозже. Но в целом все должны быть. Вот. Это первая часть теоретическая. Вторую мы посмотрим уже по конкретным группам товаров. Что у нас сейчас уже подлежит обязательной маркировке. Что в ближайшее время вводится. Какие действия у нас со стороны участника оборота, чтобы включиться в оборот соответствующей продукции. И что нас ждет в ближайшей среднесрочной перспективе. Итак, что маркируется в обязательном порядке сейчас. Выделил 4 группы, хотя, конечно, их немного больше. И одна из них достаточно условна в данном случае. Телли из меха самая первая группа. На самом деле маркировка началась еще в 16-м году, в августе. А вот уже с июля прошлого года был осуществлен перевод маркировки продукции в систему честный знак. Вот здесь я для примера вывел. Это по состоянию на вчерашний день. Держи данные обновил. Сколько сейчас участников в системе маркировки по данной группе продукции. И сколько промаркировано изделия. Следующая группа продукции это табачные изделия. Табачные изделия у нас с марта месяца обязательная регистрация участников в системе маркировки. С июля месяца у нас прекращение выпуска немаркированной продукции. И с июля же этого года весь оборот табачной продукции, он промаркирован и подлежит контролю в системе маркировки продукции. То есть и выпускать, и продавать, и передавать табачную продукцию вне этой системы нельзя. То же самое касается и обуви. С июля 2020 года оптовая и розничная торговля доступна только к промаркированным товарам. До августа разрешен импорт маркированного товара при условии, что факт закупки этого товара подтверждается датой до 1 июля. И до сентября месяца разрешена маркировка остатков товаров. То есть если они у нас появились до 1 июля, их можно ввести в оборот, промаркировать 10 оборотов до сентября месяца. И отдельная группа товаров это лекарственные препараты. Соответственно у нас точно так же с июля месяца обязательная регистрация, прошу прощения, в прошлом году, год назад, была обязательная регистрация участников оборота по высокозатратным нозологиям. С октября весь оборот лекарственных препаратов подлежит обязательной маркировке и введению через систему маркировки продукции. Ну, что можно сказать по этим группам товаров? Как я и говорил, ключевой фактор это степень контрафакта, которая присутствует на рынке. Вот эти группы, они действительно характеризовались тем, что доля контрафакта там доходила до 70%. Это можно по каждой группе сказать. Ну, и той группы, которой здесь нет, алкогольной продукции, которая еще раньше не случилась, там еще не была ситуация. Государство взяло это под контроль. И это правильно. Какой порядок перехода для включения в систему маркировки продукции и участников оборотов? Я здесь выделил пошагово. Что необходимо сделать для участников оборота? Первое. Это получить усиленную квалификационную электронную подпись КЭП сокращенно. Для чего это надо? Чтобы ответственный исполнитель со стороны организации, которая является участником оборота, подтверждал свои действия в системе маркировки продукции. При действиях по ее оборота. Второе. необходимо зарегистрироваться в честном марке, создать свой личный кабинет, ввести все данные по организации, подтвердить это все полученное. Экранную подпись. Дальше. Получить либо приобрести дополнительное оборудование и зарегистрировать его. Здесь можно оборудование разделить на две части. Первая часть, которую предоставляет организация внешняя, безвозмездно. Это, например, станция управления заказами или для лекарственных препаратов, регистраторы выбытия, которыми общаются медицинские учреждения. Вторая группа – это, собственно, торговое оборудование, которое позволяет считывать 2D-коды, коды датаматриксы. Это 2D-сканеры, то есть более современные модели сканеров, либо терминалов сбора данных, которые могут распознать соответствующие коды и передать их в информационную систему. Информационную систему частного знака через специальную обработку, либо же через учетную информационную систему организации, участников оборудования. Это все, естественно, приобретается за свой счет. Четвертое, что необходимо сделать и всем, как видим, производителям, партнерам – это зарегистрировать номенклатуру. По группам товаров там есть своя специфика, но, в принципе, если номенклатура новая, она еще не была в классификаторах, которые используются в системе маркировки, ее необходимо зарегистрировать. Регистрируется через специальные организации, например, GS1Rush. Есть определенная процедура, и каждый производитель, либо импортер, должен узнать и отработать по факту появления новой продукции. Пятое – это, собственно, получение кодов маркировки. Через регистрацию эмиссии, через Центр развития перспективных технологий, через заявку кодов маркировки, они не даются по запросу, они наклеиваются на продукцию, на потребительские упаковки. Дальше вводятся начальные остатки по товарам. Регистрируются эти начальные остатки в системе Честный знак, либо напрямую, либо через интеграцию своей учетной системы с Честным знаком. При этом необходимо свою учетную систему настроить для обмена данными с Честным знаком. И также желательно подключиться к системе электронного документа оборота, который позволяет гораздо быстрее обмениваться информацией по движению товаров при обороте продукции в системе маркировки. Это уже известные всем ПДшки, которые могут поступать через систему электронного документа оборота, подтверждаться бездокументально с помощью той же электронной подписи. И дополнительные опции в учетных системах, они позволяют быстро проводить операции, в том числе для заполнения данных для ввода в систему маркировки. Переходим дальше. Вторая группа товаров, которая еще пока не обязательно маркируется, но в 2020 году она будет промаркирована. Тоже 4 группы. Вот так вот четверками идет запуск маркировки по группам продукции. Давайте рассмотрим, какие это группы. Первая – это фотоаппараты и вспышки. До марта месяца должна была быть обязательная регистрация участников в системе маркировки. С октября запрет оборотами маркированной продукции. До декабря месяца можно будет зарегистрировать, промаркировать остатки товаров, которые не реализовались до октября месяца. Шины и покрышки. Примерно та же самая картина. Большим отставанием относительно фотоаппарата. Товары легкой промышленности. Здесь у нас запрет оборотам маркированной продукции с января месяца следующего года. До февраля обязательная маркировка товарных остатков. То, что мы успели реализовать до конца этого года. Сухие туалетные воды. До апреля обязательная регистрация участников в системе. С октября обязательная маркировка товаров. И до конца октября 2021 года можно реализовывать немаркированные остатки, которые произведены были или будут до октября 2020 года. То есть вот такие правила. Насколько большой контрафакт по этим группам продукции? Ну, наверное, достаточно. Раз они выбраны следующей четверочкой для запуска. То есть это то, что нам предстоит еще запустить в этом 2020 году. И что предстоит маркировать в порядке эксперимента в этом году? Либо предстоит, либо уже эксперимент прошел. Давайте посмотрим. Тоже четыре группы. Молочная продукция. Сроки у нас обязательной маркировки с октября следующего года. До этого у нас будет эксперимент. При этом с начала 2021 года по определенным группам ТНВД у нас будет уже обязательная маркировка. По всем с октября 2021 года. Кресло-коляски. Эксперимент у нас длится до 2021 года, до середины 2021 года. И участвуют две группы товаров. Вот, соответственно, ТНВД привел. Это кресло-коляски с ручным приводом и электрическое кресло-коляр. Велосипеды. Ну и здесь можно сказать, что эксперимент уже закончился в мае месяце. Результаты обрабатываются. Какое-то решение будет, видимо, через постановление правительства по данной группе товаров в будущем. И бутилированная упакованная вода. Эксперимент длится до марта 2021 года. Соответственно, здесь важно понимать, какая ответственность участников оборота будет на них при несоблюдении правил обязательной маркировки продукции. Что говорит реконодательство? Продажа, перевозка, производство немаркированной продукции грозит штрафом от 50 до 10 тысяч рублей для частного предпринимателя. Для юридица эти суммы гораздо выше, до 300 тысяч рублей. При этом обнаруженные немаркированные продукции изделия будут конфискованы. Если у нас доля выявленного контрафакта, то есть немаркированной продукции, будет большой, а именно свыше полутора миллионов рублей, то в этом случае административная ответственность может перерасти в уголовную ответственность. Со штрафом 80 тысяч рублей и сроком лишения свободы до 3 лет. То есть, это касается всех групп. Правда, для алкоголя и табака там порог ниже. Теперь не уголовная ответственность. Это тоже надо. И закончим данный раздел следующий оптимистичный. На следующей оптимистичной ноте какие у нас дальнейшие планы по вводу обязательной маркировки. 2024 год система единой национальной маркировки продукции должна охватить все отрасли. Такие планы декларирует правительство и к этому оно стремится. Теоретическую часть перейдем больше как реализована система маркировки товара 1С продуктов 1С и в частности в системе 1С 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 Тут можно разбить конфигурации на две части пока что. Выписывали уже запущенные в обязательном порядке маркировки это табак обувь. Какие это конфигурации? Естественно 1С 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 Дальше конфидурация управления торговлей, 10 и 11 версии. 1С управление нашей фирмой, 1С розница. Какая-то часть поддерживается управлением производственной фирмой. А вот группа продукции лекарственные препараты не нашла отражений в данной линейке программных продуктов. 1С пошла немножко по другому пути, поскольку данная группа товаров достаточно специфична, имеет специфику в отрасли. То в отраслевых решениях интеграция системы мониторинга движения лекарственных препаратов настроена. Также 1С выпустила отдельный модуль, который может быть либо встроен в перечисленные в левой части фигурации учетных систем, либо использоваться самостоятельно, если небольшой оборот. по лекарственным препаратам наблюдается в организации. Это 1С МДЛП. Ну, соответственно, какие специализированные решения? Это 1С медицина, больничная аптека, 1С розница аптека и 1С управление аптечностью. Ну, следует, соответственно, если вдруг ваша организация продает, реализует лекарственные препараты, при этом учетную систему у вас перечислено здесь, с маркировкой лекарственных препаратов данной конфигурации не дружно. Это можно сделать либо включением и до настройки соответствующего модуля в свою конфигурацию, либо переходить в консенсированную конфигурацию отрасли. Давайте посмотрим по шагам, что нужно для того, чтобы в конфигурации 1С, 1С в данном случае, запустить портировку продукции. Начинается, естественно, все настроек. Настраиваем обмен с электронными документами. Первое, что должно быть, включены электронные подписи. Второе, это включены сервисы IDO для обмена с контрагентом. Эти две настройки, два флага, они обязательны для того, чтобы корректно дальше начать учет портированных продукций. Только начало, но это обязательное условие. И, соответственно, настройка электронной подписи, она должна включать в себя регистрацию сертификата полученного соответствующей организации. При этом он может быть либо из установленных в компьютере, либо может быть заявка на выписку сертификата произведена. Должно быть установлено в компьютере соответствующее программное обеспечение, криптопровайдеры, либо криптопро. И дальше полученная электронная подпись, она проверяется, подтверждается и фиксируется в системе. Дальше можно настроить автоматические подписания некоторых операций при обмене с тем же контуром честного знака, с тем и маркированным продуктом. Второй шаг. Это необходимость подключения соответствующих групп товаров для их интеграции, интеграции оборота по данным товарам с информационной системой маркировки продуктов. Раньше были только «Добак и обувь». В последней конструкции, в последнем релизе у нас уже появилась расширенная настроечка. Маркируемые товары в виде перечня. Подключаем те из них, которые необходимо учитывать в информационной системе и настраивать обмен с системой маркировки продукции. Устанавливается дата, с которой будет действовать обмен с информационной системой маркировки. И, собственно, дополнительно можно установить галочки по контролю статусов кодов маркировки и статусы кодов маркировки при реализации. Если эти флажки не поставить, обмен будет проходить выгрузка данных в систему информационную маркировки продукции без этой проверки, но потом может привести к нехорошим последствиям. По факту обратная связь через проверку не будет поступать. Выяснится это уже в системе маркировки при трансляции и при проверке там. И придется исправлять отдельно в учетной системе и отдельно в системе маркировки. То есть, естественно, рекомендуют использовать контроль статусов кодов маркировки. При обмене. Хотя это и несколько затягивает процесс. И результат подключения соответствующих товарных групп это у нас появление в основных разделах меню системы модуля обмена с информационной системой маркировки продукции. Причем здесь будут участвовать все подключенные группы продукции. В каких разделах это будет присутствовать? Данный подраздел, данный модуль. Продажи, закупки, логистика складов и производство. Третий шаг. При необходимости настройка дополнительного оборудования. Необходимость в любом случае будет, потому что, как минимум, сканеры шкарикодов придется подключать, вручную вводить огромный объем. Это непосильная задача. Хотя при небольшом обороте, конечно, можно вручную вводить цифровой код с упаковки и подтверждать действие в системе. Но если пойти по нормальному пути, подключается дополнительный торговый оборудование. Сканер штрих-кода настраивается. Второе. Сразу скажу, что здесь сквозной пример. Я делал на примере группы продукции обувь. Соответственно, для него требуется для кодов маркировки станция управления заказами. А кодомаркировка сокращен. И, соответственно, настройка делается в администрировании. Заводится новое оборудование. Выполняется его покин. Берется с личного кабинета честного знака, переносится данные. Дальше проверяется настройка. И, в принципе, включается товарооборот. Бизнес-процесс товарооборот. Для примера привел основные этапы для ввода этого оборудования. Дальше. Четвертый шаг важный. Это настройка номенклатуры. Каждая группа продукции, группа товаров, которая подлежит маркировке, она должна иметь соответствующий вид номенклатуры. А вид номенклатуры, в свою очередь, характеризуется типом номенклатуры. Уже достаточно давно тип номенклатуры специальные виды учета появились. То есть это алкогольная продукция, товары из меха. И по мере того, как у нас маркировка продукции развивается, расширяется по группам продукции, у нас появляются дополнительные типы продукции, характеризующиеся той или иной группой продукции. Здесь у нас появились, соответственно, товары легкой промышленности, шины и автопокрышки, фотоаппараты, сухи. То есть то, что, в принципе, у нас подлежит маркировке. Уже обязательной маркировке, либо до конца года обязательная маркировка этих товаров будет запущена. При этом обращаю внимание, что перечень типов продукции со специальным видом учета ограничена тем перечнем групп продукции, которые мы подключили для интеграции с системой маркировки продукции. То есть, если бы мы шины здесь не подключили, то у нас и здесь шин не было бы. Здесь это взаимоувязанные справочники настройки. Здесь же в настройке номенклатуры необходимо настроить штрих-коды для конечной продукции, для потребительских упаковок. 1С в данном плане максимально упростило процесс формирования этой этикетки. Что здесь важно? Назначение должно быть выбрано соответствующее. То есть, для кода DataMatrix, GS1, даже DataMatrix, у нас определенное назначение появилось. Этикетка для одежды и обуви табака, то есть для маркированной продукции. Маркировка. И важно, чтобы тип штрих-кода был GS1 DataMatrix. То есть, это однозначное соответствие тому коду, который потом будет распознаваться в том числе и системой маркировки, и сканерами, и специализированным оборудованием. Те же, которые будут обрабатывать эти штрих-кода. Настроив этикетку, дальше по настройкам она будет выводиться на печать. Посмотрим немножко попозже в этот момент. Настройки сделаны. Что у нас появляется в результате? В сухом остатке появляется вот такое вот рабочее место. Админ из InP. И здесь у нас помимо настройки справочников с информационной системой маркировки продукции, собственно, разбиты на несколько блоков производства, покупки, склад продажи. Что здесь у нас есть? Для производства это естественная эмиссия кодов маркировки и заказа. Дальше действия по маркировке. Документ, который фиксирует ввод в оборот новой продукции. В закупках это могут быть просто входящие документы ЭДО, переход на соответствующий рабочий экран, либо переход по ссылкам на перечень документов. По складу это перемаркировка или списание кодов маркировки. Продажи это исходящие документы ЭДО, либо вывод из оборота, специализированные документы. Сразу скажу, что вот эти документы, они где-то имеют четкое соответствие с документами учетной системы. Например, исходящие документы ЭДО, это уведомления о выбытии продукции, соответствуют реализации товаров в услуге. А где-то вывод из оборота не всегда соответствует, потому что это могут быть специализированные документы, как внутреннее потребление, так и прочие выбытии, которые не фиксируются специальным документом. Либо специальным документом, но с определенной операцией. По каждой группе документов у нас имеется три раздела, то есть они разносятся на один из трех разделов. Либо к оформлению, когда у нас в учетной системе оформлена хозяйственная операция, которая не отражена в документах информационной системы маркировки продукции, для передачи информационной системы маркировки продукции. Вторая группа статусов, скажем так, это отработка. То есть когда у нас из информационной системы маркировку продукции через интерфейс обмена эти документы поступили, их необходимо отработать. То есть они уже введены в систему. И третья группа статусов, это документы, ожидающие подтверждения со стороны информационной системы маркировки продукции. То есть уже они отработаны со стороны организации и отправлены на подтверждение в СМП. Но пока еще подтверждение не пришло. И соответственно до момента закрытия документа он курсируется, может в каждую из групп указанных. Давайте посмотрим на примере маркировки товаров, как это работает. Соответственно у нас необходимо ввести остатки по продукции. Перечисляется продукция. Сразу здесь у нас значок маркировки появляется, если у вида продукции тип товара соответствует маркированной продукции. И пока он не отработан, этот значок у нас красит. То есть подтверждение маркировки не пройдено. Количество, номенклатура и дальше соответственно, что необходимо сделать. Необходимо заказать коды маркировки. То есть оформить заказ на эмиссию кодов маркировки. Формируется он соответственно отсюда. Создать заказ на эмиссию кодов маркировки. На основании. Заполняется информация и способ ввода в оборот продукции. Вот здесь, как я сказал, маркировка остатков выбрана. Условия появления продукции в организации. Документ основания. Табличная часть у нас выполняется номенклатурой. И обращаем внимание, что если эта номенклатура новая, то необходимо для получения идентификаторов, джетинов, уникальных идентификаторов продукции, эти джетины получить в соответствующей организации. Для этого необходимо заполнить код ДНВД, вид обуви, способ ввода в оборот. И много там дополнительной информации. Но для начальных остатков, правда, поменьше. Здесь всего 3. А так там 10 или 11 параметров, которые для новой продукции необходимо указать. После этого организация, GS1 Russian, вышлет соответствующей присвоенной продукции джетин, ведет продукцию в соответствующий классификатор. Этот джетин будет у вас уже в справочнике информационной системе на карточке изделия занесен. Хранится он, кстати говоря, в виде перехода специального. И дальше можно будет просто получать под эту продукцию новые коды маркировки. Если новые потребительские упаковки у вас появляются, вводятся в оборот. Вы просто заказываете коды маркировки и получаете. Собственная эмиссия кодов маркировки. Следующая. Заказ на эмиссию кодов маркировки. Он, как только передается в систему управления заказами при генерации кодов, статус показывается, в каком он находится. После того, когда мы получили коды маркировки, статус у нас коды маркировки конкретированы. И пуля кодов маркировки у нас появляется по соответствующей демократуре в количестве кодов, которые для него вышли. И, соответственно, после этого эти коды необходимо распечатать и нанести на продукцию, на потребительскую упаковку продукции, которая вводится в оборот. Как это делается? Печать кодов маркировки. Специализированная обработка, которая позволяет по выбранной номенклатуре, всей либо определенной, вывести на печать соответствующей этикеточки. Если мы выводим на какой-то большой формат, например, А4, лучше выбрать расположение этикетки, а не все замасте. Будут автоматически системы размещены эти этикетки, в зависимости от габаритов их высота, ширина. Вот в таком виде. Если для термопринтера термоэтикетки на отдельных листах, вот таким вот образом лента будет просто последовательно выводить коды маркировки, которые потом просто достаточно наклеить на соответствующую упаковку. Распечатали на клею или коды маркировки продукцию, на потребительский обращаю внимание упаковку. И дополнительно здесь может быть еще что. А, ну, заказ. Есть возможность сформировать транспортные упаковки. Транспортные упаковки, они в системе маркировки кодируются специальным штрих-кодом, специальным штрих-кодом, обычный одномерный код, который в себе хранит информацию о вошедших в его потребительских упаковках, об организации, которая выпустила этот код, то есть префикс компании, цифрорасширение. Здесь начальные настройки можно наполнить для последующей генерации следующих кодов СССР. После того, когда мы через рабочее место агрегации упаковок сформировали каждую упаковку, мы запускаем формирование упаковок и как результат мы видим, что у нас номенклатура входит в определенную транспортную упаковку. Так называемую третичную упаковку с точки зрения учетной системы. Что остается сделать? Необходимо подобрать и проверить товар. У нас все еще красные товары, которые вводятся в оборот, они еще не промаркированы. Соответственно, нажимаем подобрать, проверить маркированную продукцию и начинаем сканером ее пропикивать. Открывается вот такое рабочее окошко и при подтверждении штрих-кода, который нанесен на упаковку, у нас здесь статус меняется на зеленый. То есть проверили все, все в наличии. Завершить подбор. В результате у нас статус документа меняется и можно его передать. То есть передаем данные в информационную систему маркировки продукции и ждем, когда она подвернется. Небольшую ремарку сделаю по поводу электронного документа оборота. Через ИДО точно так же можно получать информацию о поступлениях, предварительно настроив автоматические соответствия документов. И также можно сопоставление номенклатуры контрагента и своей номенклатуры в учебной системе. Опять же, с точки зрения информационной системы маркировки продукции номенклатура, она уже там однозначно идентифицирована, закодирована. То есть информация о поставках, об открузках, она идет в разрезе строго определенной номенклатуры. Учетной системы они могут не иметь соответствия по номенклатуре, и в данном случае электронный документ оборота с сопоставлением номенклатуры позволяет быстро это сопоставление сделать. Один раз, второй раз там уже никаких. сообщений вот такого рода не будут появляться при поступлении той же самой номенклатуры. Ну, собственно, все. Естественно, это, конечно, далеко не все, но общая логика маркировки, она такая выносит. И немножко о проблемах, которые в процессе маркировки продукции возникают, пути решения открытых вопросов, которые появляются. Совсем немного, но давайте посмотрим. Первое, это то, что мы в предыдущем разделе смотрели, это в Одинессе есть специализация по отдельным группам товаров. У нас лекарственные препараты, они в базовой линейке конфигураций отсутствуют. Необходимо либо использовать отдельный модуль, который либо работает самостоятельно, либо его необходимо будет включить в конфигурацию учетной системы, либо это специализированное отраслевое решение, например, управление аптечной сетью. Где уже этот модуль маркировка МДЛП, мониторинг движения лекарственных препаратов, он уже встроенный. Это надо учитывать. Но, в принципе, проблема решена либо с помощью отраслевых решений, либо с помощью встраивания библиотеки МДЛП в свои конфигурации, в своих учетных системах. Есть уже практика успешная в этом направлении. Дальше. Естественно, законодательство оно постоянно изменяется, но тут 1С замечательно отработанная у него технология по отслеживанию изменений законодательства работает точно в таком же месте. То есть информация по изменению законодательства она можно на сайте 1С в подразделе маркировки посмотреть и увидеть, когда, по каким конфигурациям планируется отображение. Здесь самое последнее изменение еще даже не определено, когда будет. По старым изменениям уже видно, в каких конфигурациях, когда произведено или когда будет произведено, в каком релизе это изменится. Третье. Это, естественно, дополнительное оборудование. И все оборудование можно просто воркнув подсоединить к компьютеру, автоматически настроить и впустить в работу. Есть перечень оборудования, которые проблематично подключаются, но здесь 1С выпускает перечень совместимого оборудования. По всему прочему, либо поиск соответствующих драйверов, либо допрограммирование, но тоже в принципе проблема решается. Но лучше заранее, до приобретения оборудования, озадачится проверка его спустим с программными продуктами 1С. Дальше обозначил это проблема с системой маркировки продукции. То есть, вот для примера, чат фармацевтов. Фарммаркировка есть такой в Телеграме. Но их на самом деле много и по маркировке лекарственных препаратов, обуви, собачники, или ну, что я хочу сказать. Я это отслеживал достаточно плотно и перед запуском, и в момент запуска, и вот картинку провел сегодняшнюю. То есть, с начала недели я уже посмотрел, куда-то и просто ради интереса посмотрел, сколько за два дня, полтора дня сообщений появилось. Вот до запуска порядка 15-20 сообщений в среднем появлялось. Когда начался запуск, там, естественно, и система висела, и какие-то схемы не отрабатывали при обмене информационной системы с товаро-очетной системой. То есть, там первые две недели набегало в день порядка двухсот, один раз даже четыреста сообщений. Сейчас полтора дня всего восемьдесят сообщений. То есть, говорит о том, что все-таки система наладится. Не значит, что там все уже плюнули и не стали работать. Просто поддержка начала успевать справляться с объемом вопросов, которые на нее падают. И сами вопросы решаются. То есть, в принципе, по остальным группам картина примерно та же самая. То есть, проблемы нерешаемые. Ну и последнее это специалисты по маркировке. Но это не только специалисты 1С по маркировке, в принципе, они должны понимать специфику того, каким образом система маркировки работает, как товароучетная система встраивается в эту систему маркировки, какие могут возникать схемы обмена и какие проблемы по каждой системе. То есть, вот я позволил себе привести капитал из известного всем человека. Самый ценный капитал это люди. Кадры решают все. С точки зрения 1С партнеры, они получают после прохождения определенной аттестации знаки либо готов маркировки либо эксперта маркировки. Соответственно, в каждой франчайзе будет у себя этот значок гордо вывешивать или не вывешивать. Вот, в частности, наша организация, она тоже получила свое время соответствующий сертификат знак качества, можно сказать, поскольку специализация в том числе и по проблемам маркировки. Продукты это не пустой звук, новая для нас. Мы занимаемся этим достаточно давно и плотно. Ну, и напоследок стандартно вывешиваю перечень курсов онлайн-обучения, который предстоит в ближайшее время, то есть это август-сентябрь. Можно детально познакомиться с информацией по курсам по этому адресу. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok